МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Страшная авария в Новоаненском районе. Автомобиль марки Вольво, за рулем которого находился 50-летний мужчина из Кишнева, врезался в дерево на обочине дороги. ДТП произошло на трассе возле села Мирное. Как сообщила полиция, в результате погибли 3 человека-водитель и 2 его пассажира. 41-летняя женщина и 53-летний мужчина из Новоаненского района. Чтобы вызволить всех из покорежного авто, понадобилась помощь спасателей. Открыто уголовное дело правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Полицейские предполагают, что авария произошла из-за того, что шофер превысил скорость, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Стражи порядка в очередной раз призывают граждан быть внимательными на дорогах. На ряде участков дорог страны образовался туман, что значительно ухудшает видимость. В этих условиях водители просят пользоваться встречными огнями наряду с противотуманами. Президент Майя Сандо созвала сегодня заседание высшего света безопасности. В его рамках были проанализированы риски энергетической безопасности после разрушения энергетической инфраструктуры Украины из-за массированных бомбардировок, проводимых в последние недели Российской Федерации. Члены ВСБ заслушали информацию, представленную ответственными учреждениями на местах, в том числе о ситуации, возникшей после вчерашних массовых отключений электричества. Они также проанализировали планы на случай непредвиденных обстоятельств, разработанные властями для обеспечения бесперебойного снабжения электроэнергии и природным газом граждан, экономических агентов и госучреждений по всей стране. Глава государства призвала все учреждения повысить степень бдительности в отношении выявления оперативного устранения инцидентов в энергетическом секторе таким образом, чтобы потребители и бизнес-среда чувствовали себя в безопасности. Совет рекомендовал правительству обновить план по снижению технических уязвимостей, связанных с поставкой электроэнергии, мобилизовать все мощности по производству электроэнергии, адаптировать процессы организации развития и реализации политик в области энергетики, а также обеспечивание связи в режиме реального времени с операторами критической инфраструктуры в государственной и частной областях. Сандуса звала также и заседание Национальной комиссии по европейской интеграции. Его члены оценили прогресс, достигнутый в реализации плана действий по реализации условий, выдвинутых в контексте предоставления Молдове статуса страны-кандидата ВИЭС. Также были обсуждены приоритеты европейской интеграции на следующий период, сообщается в пресс-релизе администрации президента. Накануне Европарламент принял резолюцию, предусматривающую новую стратегию расширения Европейского Союза. В документе Европарламентарии призывают ускорить вступление ВИЭС тех стран, которые четко демонстрируют свои европейские устремления, например, Республика Молдова. ВИЭС Мы говорим о государственном перевороте 2014 года, о последствиях государственного переворота и геноциде, который проходил на протяжении 8 лет по отношению к населению Донбасса, в том числе и к русскому населению. Мы напомнили о том, что минский процесс и минский переговор, они зашли в тупик, хотя гарантами выступали представители западных держав. Мы обо всем этом говорили. Мы говорили и о других вещах, которые во многом послужили триггером к этим событиям, в том числе и переговорном процессе, начатом Российской Федерацией в прошлом году с Соединенными Штатами Америки и со странами НАТО на предоставление гарантии безопасности, о недопущении расширения НАТО, о неувлечении Украины. И надеюсь, что нас, может быть, и слышат. Министр иностранных дел евроинтеграции Нику Попеску накануне заявил, что атаки России на энергетическую инфраструктуру Украину вновь оставили Молдову без электроэнергии. В связи с этим глава МИДИ распорядился вызвать посла Российской Федерации в Молдове для объяснений и чтобы, цитата, выразить жесткий протест нашей страны, сообщил пресс-секретарь Министерства Даниил Воды, добавив, что уже были отправлены распоряжения посла Молдовы, чтобы те сообщили партнерам нашей страны о сложившейся ситуации. Олега Воснецова уже вызывали в МИДИ несколько недель назад на фоне инцидентов на Славче, где упала ракета, предположительно сбитая украинской системой ПВО. По данному факту прокуратура возбудила уголовное дело. Правоохранительные органы расследуют наличие криминальных элементов в связи с нарушением правил полетов. Компания «Премьер Энерджи» уведомила своих потребителей о ситуации в энергетическом секторе страны, размещенной в телегарном канале публикации. Сообщается, что работы по восстановлению подачи электроэнергии потребителям, пострадавшим от аварийных отключений, продолжаются. По состоянию на полдень без электричества отключенными от сети среднего напряжения оставались около двух тысяч потребителей. Оперативные бригады оператора распределительной сети продолжают работу по устранению неисправности. К восьми часам утра к электросети повторно подключили более 660 тысяч потребителей из населенных пунктов в центре и на юге страны. В то же время, отмечает дистрибьютор, из-за погодных условий в ночное время произошло несколько аварий в сетях среднего напряжения. До 12 часов дня к электроснабжению были подключены около 8 тысяч потребителей, добавили в компании. Вчерашний блэкаут связан с ударами по критической инфраструктуре Украины. А поскольку энергосистемы Молдовы и Украины взаимосвязаны, автоматически произошло отключение электроэнергии, в том числе на левом берегу Днестра, где расположена Кучерганская ГРЭС. Как пояснили вчера в Молдэлектрике, аварийное отключение необходимо, чтобы впоследствии легче подключать объекты к электроснабжениям в максимально короткий срок. Глава государства Майя Сандо призвала европейские государства последовать примеру Соединенных Штатов Америки и санкционировать коррупционеров, которые крадут государственные деньги, ставят под угрозу стабильность и демократию нашей страны. Она также призвала антикоррупционные учреждения Республики Молдова более эффективно работать со своими коллегами в европейских странах. Заявления были сделаны накануне на ежегодной профессиональной конференции европейских партнеров по борьбе с коррупцией, которая прошла в Кишиневе. Нам необходима ваша конкретная поддержка, чтобы справиться с усиливающимися давлениями, поступающими от тех, кто чувствует приближение юстиции и наказания. Люди, собравшиеся сегодня в этом зале, имеют большой опыт в борьбе против коррупции в качестве следователей, прокуроров, инспекторов по неподкупности, экспертов по борьбе с коррупцией. Вы все привыкли работать в командах профессионалов. Призываю антикоррупционные учреждения Республики Молдова установить тесные связи с этими командами и со всеми, кто сегодня присутствует. В сложные времена, которые мы переживаем, нам нужна надежда, что реальные изменения возможны, и каждый из вас может нам помочь выиграть борьбу против коррупции в Республике Молдова. Глава государства также сообщила, что в ближайшее время Республика Молдова назначит прокурора по связям в Гааге. Месяц назад США ввели санкции против двух бежавших из страны молдавских олигархов за действия, связанные с системой коррупции и вмешательством выбора, поддерживаемой Кремлем. Речь идет о Владимире Плохотнюке и беглом депутате Илоне Шоре. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США установило, что Плохотню отнесет ответственность за коррупцию в особо крупных размерах. Он был включен в санкционный список глобального закона Магнитского. В то же время было установлено, что Шор, который также входит в число бенефициаров хищения миллиарда, причастен к действиям по подрыву законности в интересах Российской Федерации.